В ближайшем Подмосковье секции, где обучают верховой езде, точно наберется больше сотни. Школа верхового искусства в Горках на конной базе «Казачий дозор» – одна из них. Но главное ее отличие от всех прочих – занятия для детей проводятся бесплатно. Руководитель школы Анастасия Беляева, потомственная казачка, ставит главные задачи привить детям любовь к животным и воспитать у них чувство ответственности. Проект Анастасии принял участие в губернаторском конкурсе «Наше Подмосковье» и получил поддержку региональных властей. Чуть больше года назад на конной базе «Казачий двор» была организована школа верхового искусства для детей. Автором идеи, руководителем школы и тренером является Анастасия Беляева, потомственная казачка родом с Кубани. Одно из главных преимуществ школы в деревне Горки – уроки бесплатные. Я сама занималась бесплатно все детство и решила, что детям будет это интересно. Детям в городе, которые действительно не видят и не знают, что это такое, боятся лошадей. Лошадь – это ипотерапевт, с одной стороны. Лошадь лечит. Лошадь – это уникальное животное, с которым можно не просто покататься, но с которым можно пообщаться. И для меня это стало интересно. Почему бы и нет? Если мы сами все это прошли, значит, мы можем это дать своим, так сказать, мы наставники, можем дать это детям. Сейчас в школе верховой езды под руководством Анастасии занимаются несколько ребятишек. Самой маленькой наездницы нет еще и пяти. Она только учится держаться в седле. Веронику в школу привела мама. Дочки отпускай, ручки отпускай. Ножками прижались. Делаем, делаем, делаем. Молодец, сильней, сильней, сильней. Ребенку очень нравится. Люди с удовольствием, в принципе, ходят. Я считаю, что действительно школа такая нужна, потому что многие дети любят лошадей, трюбонья. Я думаю, что очень много желающих будет, особенно, тем более бесплатно. Еще у одной ученицы Насти, Ульяны, опыта общения с лошадьми значительно больше. Девочка уверенно держится в седле. Самым интересным она считает выходы за территорию школы, которую организует тренер. Мы ходим в походы, мы, бывает, даже ходим купаться, слышать мир вместе. Потом четырехчасовые, трехчасовые, пятичасовые. Не только держаться в седле, но и понимать лошадь, не бояться ее, вот что важно. Ведь каждое животное имеет свой характер. К каждому нужен особый подход. Сев в седло, ты обязан быть готовым ко всему. Вот один раз меня эта лошадь унесла в поре. Ну, насколько я был готов к этому, я не упал с лошади, а остался в седле, даже, ну, стремя не потерял. После этого случая Сережа только укрепил веру в собственные силы. И теперь каждое занятие даже самой норовистой лошадью только в радость. Впрочем, как и для всех учеников Анастасии Беляевой. После тренировки лошадь принято поблагодарить, угостить кусочком сахара, морковки или яблочко. Молодец, молодец, умничка, молодец. Обязательным условием занятий в школе является и уход за животными. Ребята убирают в конюшни, чистят лошадей и кормят их. Привить детям любовь к благородным животным, воспитать чувство ответственности – такие задачи ставит тренер. Проект Анастасии Беляевой, представленный на конкурс «Наши Подмосковья», получил поддержку региональных властей. Я подумала, что это будет интересно не только мне, а будет интересно и нашим детям. Все финансы, которые мы сейчас получим, приз выигрышный, мы, собственно говоря, будем вкладывать в нашу школу верховой езды. Это амуниция для лошадей, это какая-то амуниция для детей. Это будут те же самые сладости, это та же самая морковка для лошадей. Главное для Насти сейчас – дальнейшее развитие школы. Она уже нашла сторонников и единомышленников. А с таким упорством и любовью к своему делу все по плечу. Татьяна Акимова, Александр Ильин, Елена Кошелева, Видное ТВ.